Всем доброе предпраздничное утро! Делюсь с вами, друзья, своим завтраком, потому что, да, я начала правильно питаться. Да, правильно, это не только подсчет калорий, как там со мной один человек переписывался. Действительно, я не только с подсчетом калорий заморочилась, еще и с правильностью продуктов, которые я ем, потому что хочется немножечко к лету, может быть, форму прийти и танцами заниматься. Ну, не знаю, ну, хочется мне. Вот вчера я идеально выдержала норму, идеальное соотношение углеводов, жиры, белки просто супер. Я не переборщила с калориями, я их очень много сожгла за свои прогулки с личи трехчасовые, просто прогулки пешим шагом. Ну, просто супер, поэтому чувствуешь себя замечательно. Пусть немного голод есть, но это не страшно. Меня просто просили некоторые люди рассказывать о том, что я кушаю, потому что сами хотят более-менее правильно кушать или немножечко сделать свой рацион более таким здоровым. Делюсь. В общем, завтрак у меня на 529 калорий. Здесь один банан, сырок фани домашний ванильный, и овсяное печенье. Это полезное овсяное печенье, которое я готовила вчера. Сама его рецепт я, наверное, выложу или уже выложила в Инстаграм. Там буквально маленький рецептик, я, наверное, его в сториз выложила. Вкусное печенье, но оно действительно калорийное, поэтому лучше его съесть одну штучку. Ну, и плюс зеленый чай я посчитала, и вот уже вышло. Углеводов 45, жиров 45, белка 10. Белка маловато, конечно, но в процессе дня можно все это немножечко устаканить. Какие сегодня планы на день, Личуха? Рассказывай. Сегодня, значит, мы будем убирать квартиру. Мы погуляем сегодня на улице, да? А потом Диана пойдет в магазин, чтобы купить краску и яйца, и этой краской их покрасить. А еще, возможно, видео надо снять еще одно, потому что влог вчера не снимался. Короче, такие вот планы на улице потрясающие. Птички поют, тишина, ветра нет, вот она, настоящая весна. Леша сегодня тоже вышел на работу там вместо мамы на полдня. Так что он тоже скоро вернется, может быть, устроим какую-то развлекательную программу. Пора бы уже как-то вместе с Лешкой время провести, да? Надо пить воду, да, да, вода, вода. Я вчера так уже достаточно много для себя выпила, хотя я вот не могу себя заставлять. Вот не лезет и все, но я пью, я стараюсь. В общем, всем приятного аппетита. Когда думал, что у тебя мало дела, а на самом деле их дофига. Начну с того, что пойду красить, я все в квартире уже убрала. Накрашусь, мы пойдем с Личи гулять. Что это было? Прогуляемся с Личи на улице, я приду, наверное, сниму видео или в магазин. Что же мне делать теперь ей? Господи, надо ждать Лешу. Когда приходит Леша, все планы как-то по-другому сразу ставятся, и все намного проще. Какая же потрясающая погода, друзья, ну просто словами не передать. Вот все, буквально за пару дней мы сняли толстые куртки и ботинки и надели кожанки, футболки, лосины и кроссовки. Я могу сказать, что в черной кожанке даже немножечко жарковато. Но это, вот это вот сейчас идеальная погода. Это вот самая моя любимая погода. То есть когда ни жара, ни холод, ветра нет, я так вот теплышко. И вот я не знаю даже, как это передать. Это мое самое любимое время года. Вот, вообще самое любимое будет май. Когда будет очень так тепло, но не сильно жарко, Личи под ноги бросается, в парке будет все цвести, красиво. Это время, в котором просто просыпаются чувства. Я как научилась Личи гулять? Фу, нельзя. Пошли. Как научилась мне гулять? Я включаю музыку. Ну, такую, а? Нельзя Личи, фу, ко мне. Вот, прицепилась к той штуке. Включаю музыку. Слушаю музыку, хожу с ней рядом, она бесится, я с ней гуляюсь. То есть как бы спокойно провожу себе час с ней и с музыкой. Что я начала слушать? Я начала слушать Lounge FM. Рекомендую его абсолютно всем. Это радио, которое пробуждает самые прекрасные чувства у вас. Там даже так и говорится. То есть, лето в вашем телефоне, на компьютере. Включайте эту радиостанцию, включайте Lounge Terrace. Вот именно там играет эта музыка, летняя, потому что все остальные совсем такие расслабляющие. Я могу вам сказать так. Это то радио, которое вы все время слушаете, приходя в салон красоты, на массаж, в какие-нибудь кафе, рестораны, на йогу, в релаксующие всякие заведения, потому что именно она нереально расслабляет. Мне всегда хотелось спрашивать у людей, где вы берете эту музыку. А потом я все время слушала Lounge FM, Lounge FM. Пока до меня не дошло, что нужно уже и мне скачать эту радиостанцию. Теперь я ее слушаю. Я вообще передать не могу, какие вот эмоции и чувства передаются с помощью той музыки, которая играет там. Действительно, если включить, наверное, это радио зимой, ты просто будешь чувствовать себя, как летом. Это потрясающая музыка, поэтому всем рекомендую. Качайте, она там много не весит. Вот я сейчас включу себе, буду ходить наслаждаться музыкой, прогулкой, лечухой, которая пытается опять все съесть. Но уже не так, кстати, усердно, уже не так. Прям действительно так тепловато нормально в кожанке. О, ветерочек хороший падал. Вообще шикарно. Сегодня еще благовечнее. Я стою и думаю, какое сегодня число. Сегодня что, седьмое? Сегодня праздник. А я убирала. Ну, у меня очень грязно было. Я уже убрала. Думаю, Бог меня простит. Ну, просто, что я вообще забыла. Я все время забываю в последнее время про все эти праздники. Пасха, понятно, само собой. Но очень хочется яйца покрасить. Я не знаю, получится ли у меня, но я буду пробовать. Очень хочется вот пронести на аппарате с места в настоящие крашники, сделанные своими руками, с любовью. Послушала я Лаунж ФМ. Фих ФМ. У меня интернет кончился. Нахожу приложение, оно вылетает. Позвонить никому не могу. Блин, это шибись, думаю. Я пришла вся мокрая. У меня вся мокрая спина. До такой степени жарко на улице. В кожанке я просто чуть не задохнулась. И вот как теперь? Купили вы мне бомбер новые ботинки. Их теперь не оденешь. Это очень жарко. Только вот вечером. Или ранним утром. Очень жарко. Прям невозможно. Вот дышать нечем. Я представляю, что здесь будет летом. Честно говоря, нет. Я, наверное, даже не представляю. Неужели в квартире нечем дышать? Дышать открытые все окна. Видите, как выходит на улицу, еще больше пахнет. Она очень сильно пахнет. Она приходит в квартиру и сразу моментально запах. Но ее нельзя часто купать. Вот у нее есть запах. Вот не знаю. Вот такой достаточно серьезный. Даже баба руки моет с лылом, а запах все равно остается. Сейчас я кормлю, скоро выхожу в магазин за яйцами. Кстати, о полднике. Эппл, 137 грамм. Слепо, конечно же, Адаш сумасшедший просто. Я не удержала, что мне купить такое яйцо на палочке. Я вообще пришла сюда за красителями. Я буду, как вы знаете, делать крашенки. Честно, я никогда в жизни их не делаю. Я не знаю, получится ли у меня. Главное, все не запороть. Ну, как бы недорогие красители, но все равно. Я, кстати, выперлась в футболке. Я, наверное, такая дна. Но на улице нереально тепло. Очень тепло. Просто, ну, я вам даже слайм передать нему. На улице лето. А люди там кто в пуховике, кто в курточке, кто еще в чем-то. То есть, ну, вообще. Какой-то набор до Пасхи коржи. Я не понимаю, в смысле коржи. Вот кулич тоже продается. Но здесь не в этом прикол был. Здесь был прикол. В чем был прикол? Вот здесь обычные куличи, которые сельпошные. Ну, они обычные. Ничего в них такого нет. Но здесь где-то продавался... Я не помню где. Где-то продавался очень крутой. Но я бы не... А, вот. Вот такой. Вот эти как... Он там вообще, он, наверное, такой вкуснючий. Но он стоит там 200 что-то, 30 гривен. Ну, что-то такое. В идеале, конечно, корзиночку бы. А вот здесь, смотрите. Здесь куча всего. Всякие вот красители. Правда, левой рукой держу, но так неудобно. Вот эти вот прикольные штучки. Я не удержала. Я взяла вот такую. Маша розовая. Ну, еще вот такие прикольные. Но я думала, зачем они мне вообще нужны? Куда мне их втыкать? И вот наверху сколько всего. И вот, и цыплята, и декоративные салфеточки, и свечечки. Христос воскрес. Ну, в общем, люди грибут все подряд. И я чуть, блин, не начала все это вместе с ними грибсти. Упокойств сегодня нет. Все кипишут. Сильпо все забито. На кассе кассирши злые. Я прихожу... Ну, там есть экспресс-касса, куда там сколько-то... Пять товаров могут положить. И там как стеклянная такая витрина. Обычно все кладут туда товар. Я положу там упаковочку и... На стекло не ложите. Такая дерганная. Ну, я в принципе понимаю, почему. Потому что большой наплыв людей, и она быстро-быстро пытается все подобить. И меня вот как раз спрашивают, каково тебе было на кассе работать. Ну, такое. Знаете, есть плюсы. Вообще не с людьми. Но как вы знаете, люди не всегда хорошие, они всегда позитивные и добрые. И поэтому очень часто встречаются какие-то негативные люди, которые высказывают свое недовольство по поводу какого-то производственного момента кассиру. Они высказывают недовольство по поводу качества товара, цены, ценников, всего чего угодно. И выслушат это кассир. Тяжело мне было. Ну, как бы я всегда была вежлива. Я всегда улыбалась. Я ничего не говорила. Говорю, это вопросы к начальству. Хотите, позову там менеджера. Я уже не помню. Вот. А есть те, которые грызают и злятся. Ну, поэтому тяжело, с одной стороны. С другой стороны, очень много позитивных людей. Это вот ты как бы поднимаешь им настроение, и они тебе поднимают настроение. Я помню, какой-то мужчина перед Новым годом мне что-то там вафельки подрил и что-то такое. Ну, вот на кассе. То есть, прикольно было. Заводились какие-то новые знакомства. Я видела своих учителей. Работа, в принципе, не сложная. Сложно было вот как сегодня Пасха, да. Мы так работали в новогоднюю ночь с Лешей. Это было сложновато, потому что наплыв огромный людей, идет огромное количество товара. То есть, дорогущий алкоголь, мясо, все что угодно. И если ты где-то там что-то прошибешь, ты уходишь в минус. Я, кстати, в первый или второй день ушла в минус 300 гривен. Это было для меня печально, потому что зарплата там мизерная была вообще. А уйти в минус не на то время, когда я вообще ничего не зарабатывала. Было грустно. Ну, я с той зарплаты отдала, в принципе. Неплохо, но только как подработка, я считаю. Потому что идти работать туда постоянно, ну, во-первых, в хорошей много не заработаешь. И, ну, постоянно сидеть, это нехорошая работа, я считаю, которая сидит чая совсем. А на кассе только и сидеть. И будьте готовы к тому, что там, надо быть готовым к тому, что негатив польется рекой в тот момент, если где-то что-то не так будет в магазине. От кассира это вообще не зависит. Поэтому вот так. Я уже иду к маме, она там хотела мне какой-то подарочек подарить. Идемте за подарочком, посмотрим, как там мама и домой красить яйца. Я вообще, я так переживаю. Я дома. Я купила 10 штук справжных велотников. Плюс у меня еще дома 2 яйца. И плюс мама поделилась, взяла еще 7. Короче, у меня почти 20 яйц. Подарочек мамы. Это такая потрясающая маленькая, такая мимишная пасочка. С розовой посыпкой. Смотрите, какая хорошенькая. Мама сказала, сейчас поставишь, вот, будет на у тебя стоять. Вот такая, вот так пахнет, такая вот мягенькая. Вот мама просто умничка. Я вот в этом году решила, еще рано мне готовить пасхи и куличи, еще рано мне их печь. Ну, я не знаю, там нужна гробовая тишина, там. Я не знаю, мне кажется, это до такой степени сложно, что я побоялась. Вот, не знаю. Ну, решила компенсировать это тем, что попытаюсь покрасить яйца. Я купила 2 вот таких вот бордныка. Тут 7 цветов. Значит, тут гранатовый, желтый, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый, красный. Я не знаю вообще. И купила, не знаю, зачем так много, но мне кажется, что мне пригодится столько. И купила вот столько, 2 упаковки вот таких вот наклеечек. Ну, как их аккуратно в виде днаты, наклеиты, при наклеенности поправят иголку. Ну, вроде бы должно получиться. И что еще мама подарила? Мама подарила тут белье немножечко. Она же была на рынке, там у нас есть знакомые, там неплохое белье. И, в общем, я его показывать вам не буду, потому что это личное. Мне надо, наверное, перекусить быстро. Ой, а где же эта штучка красивая? Где штучка? Где яйцо? Я закупила вот это яйцо на палочке. Где оно? Фух. Слава тебе, Господи. Я уже думала, куда оно делать? Ну, так прикольно вообще. Как-то Пасха тоже уже стала какая-то вот со временем. Сколько всего нового появляется. Какие-то там синьки-флюшечки, игрушечки, корзиночки, аксессуарчики. Тоже какой-то культ. Хотя такой праздник, что он как бы... Тут не в этом суть. Скоро уже, наверное, Леша придет. Вот, в общем, полдня прошло, а список сделал так. О, я даже не знала, что я из этого вообще выполнила. Купите яйца и краски. Сделай, скобочка, кражинки. То есть, это я тоже не сделала. Милота. Я не знаю, почему, но оно криво втыкнулось. Я пыталась ровно, но оно почему-то со всех сторон криво втыкается. Посмотрите, яиц много не бывает. Такое ощущение, что у меня в семье живет не два человека, а сто тысяч человек. Тут полтора килограмма крылышек. Вот это универсально. Напек крылышек или каких-то ножек, сварил два вида каши и зашибись. Это экономненько, вкусненько и полезненько. А мы всегда так делаем. Ух, все, друзья, я справилась. Уже у нас три часа дня где-то, да? Ой, пол четвертого уже. Я очень долго, на самом деле, красила яйца. Но я их покрасила. Вот такая вот красота получилась. Такая разноцветная. И пасочка маминая. И вот теперь на кухне царит запах паски. Это кулич и яйца вареные. И вот эта краска. И все. И прям вот у меня наконец-то появилась атмосфера праздника. Потому что я вот говорила Леше, теперь мы с тобой отдельная семья, отдельная маленькая государственная. У нас тоже должны быть какие-то традиции, атмосферы праздников в такие вот дни. И вот она наконец появилась. Я, можно сказать, сама ее достала. Ну, плюс, конечно же, мамочка. Мама всегда помогает в этом. Вон куча крылышек напеченные. Просто Леша пришел с работы, сразу пообедал, поотдыхал немножко. Он очень устал тоже сегодня. И они ушли с Лечухой гулять, пока я все довыгребала. Мне очень рада, что у нас все получилось. Вот сразу немножечко дело, вот поубавилось. Сняла видео, сделала крашенки. Теперь, может быть, сяду немножечко помонтирую. Мы пойдем с Лешей прогуляемся у нас по району. Есть у нас еще дела. Мы думали, может быть, сегодня в кино. Но сегодня, наверное, уже не пойдем. Что он, что я устали очень. Может быть, в понедельник. В понедельник тоже выходной, по-моему. Очень хотелось бы на природку выбраться. Ну, в общем, все. Вот это вот настроение класс просто. Ребята, мыслите позитивно. Я вас очень прошу. Мыслите позитивно. И относитесь ко всему с позитивом. Потому что тогда жизнь просто намного красочнее. Вот я вам серьезно говорю. Я стала проще к жизни относиться. И все стало лучше. Намного. Так что будьте счастливы. С душевными беседами наконец-то, Лешка. Наконец-то, Лешка. Я так лично зову. Мы пришли в... Ох, ты смотри. Мы пришли в секонд, но мы не знаем, зачем мы сюда пришли. Но мало ли, вдруг что-то не идет. Почему бы не это? Вот тут уже жарко, у меня в куртке. Фух. Мы зашли Лешу за вещами, а купили мне. Пару штук. Я надеюсь, ветер. Машина-корова. Машина-корова. Потому что у Леши проблемы с фигурой. Он теперь, видите ли, вырос. Живота нет, но как-то ему не подходит эмка. А элька на него как-то великоват или что-то такое. В общем, ему ничего не подошло. Он нашел вещи, которые он бы носил, но они ему просто не подошли по размеру. И это, конечно, его расстроило. И меня тоже, потому что я думала, мы ему что-то купим. В общем, изначальная инициатива была его. Он сейчас пошел в Виномиро. Я заходила в белорусскую косметику купить себе бибикрем, но там, к сожалению, не было продавщицы. Причем 15 минут с 7, а магазин работает до 7. У меня смутные сомнения того, что она просто сбежала с работы раньше времени. И я сейчас иду за Пасхами. Я хотела их глянуть именно в булочке. Потому что булочки, насколько я знала, они очень вкусные. И сейчас я зайду, посмотрю. Если найду, возьму. Ну, небольшие. Вау. Ветер сильный поднял. Мощный. Но у нас сейчас 20 градусов. Типа на свет, 20 градусов. Это достаточно много. Такие симпатичные две взяла себе висички. Получается, они выше на 128 или на 138 гривен. Но это в самом дорогом отделе. Я что-то думала, даже дешевле будет. Ну, ой. Нашла я только дулечку. Нету там ничего. Я думала, там вообще ничего не было. На самом деле, просто все раскупили уже. И тут, и в бонжур меню уже нигде нету. Мы взяли помидоры, мы взяли базилик, взяли его красный, взяли оливковое масло, две пасочки и мидии. О, бананы подзвездные, короче? Наконец-то пошел сезон банан. Банан – это вообще роскошь. Купили базилик. Почему? Потому что мы будем делать на Пасху к маминому столу. Каждому вот, да, 40-летний, кстати, с мусором. Решили сделать капрезы. Ну, потому что у мамы будут очень сытные блюда на столе. Я знаю, какое там будет меню. И мы решили понести что-то такое более легкое. Вообще вот тень такая на лице у тебя странная. Ох, ну так неплохо. Но я могу это выкручить. Да, выкручить нафиг. Во, не, лучше включи. Вон два кулича. Не выключи. Не, включи. Вот сейчас мне чуть не выпесилось. Я знаю. Как вылезли, у меня что захотелось, не надо? С этим. Вот это всем рекомендую. 2015 года вино Чили. Лена, Вичи положу. Очень крутое. Вичи, привет. Петр. Вичи, Чилина. Вичи показывай, давайте сразу две колочки. Быстро быстро быстро. Ну и как всегда, с блестяшками всякими. Не, ну блестяшки мне понравились. Давай, давай, ты перегреешь себе еду. Ничего, мне не страшно. Вот такая раз, кофточка, и давай быстро вторую, надо есть быстро-быстро. Да, нам легче еще выводить еще. Мне, ты будешь монтировать. А, да, я уже один. Блин, я хотела вместе пойти, но мне дома. Чтобы вы не остались без видео. И вот такая вторая кофточка у нас как спортивная. Под лосины, под спортивный лифчик. Я ее под спортивный лифчик, под лосины, под кроссовочками. Вот так, еще гонаны по скидке. И мидии. И мидии, да. Я не знаю, какие будут на вкус эти куличи, потому что мама приготовила, я знаю, с кучей стопопрусков, по идее, они мягенькие. У нее тоже глазурь и присыпка какие красивые. А там вот эти дешевые. Они тоже мягенькие. Они, кстати, мягкие очень, но я не знаю. О, а, кстати, ужасная вещь, по-моему, там кто-то ломнул замок. Ну мы так думаем, с соседкой мы только что разговариваем. Да, хорошо, что у нас два именно в тамбур, не в квартиру, а в тамбур. Да, ломнули. Потому что мы как бы нормально открывали, и мы... Все открытие, соседка не в курсе. И просто в один момент он перестал закрываться снаружи на ключ. Да? Все, и получается не открыто в тамбур. Ну, а там все-таки наша обувь поворует. Ну, если не Леша, Леша будет с ним идем? Нет. В общем, дело не в этом. Но мы решили закрыться на второй замок, и после праздника уже вызовем мастера. Ну, это может и стрёмно. Не так сильно стрёмно, но неприятно. Ну как, ну, зачем людям ломать замок? Это либо просто грабить. Ну, может мы, как всегда, понимаешь. Типа, на самом деле никто ничего не ломал, а мы такие козлы обсуждаем людей. Заведомо обвиняем. Ну, видишь, заведомо... Все может быть. Заведомо думаем плохо, да? Да. Ну, лучше так, чем все время хорошо думать, да? Предупрежден, значит вооружен. Да. Вот так вот. Будем и ужинать, в общем, лучше. Да, вот считаем калории. Да, у нас еще манны есть. Это как-то романны. А мы считаем калории. Итого. И мы узнали, что крылышки очень калорийные. Куриные. И завчера смотрим, где моя вчерашняя... А чего ты, чего ты? Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Нет, дневник, наверное. Только не сегодня, а вчера. Внимание, завчера я употребил... Это будет ужасно. Умужаетесь. Умужаетесь, да? 4652 калории. Завтрак, обед, ужин. Перекусы. У меня на перекусах 2135 калорий. Вот так вот. При норме для набора массы 3500. Что-то я переел. Главное не заплыть жира. Ну все, друзья, намечается праздник уже завтра. Мне завтра очень рано вставать. Уже для вас сегодня, да. Мне очень рано вставать, не ставлю 6 утра. Я расписала себе 5 планов на утро. Леш, ты нормальный? Лешик. А то, что Лешика нет в видео? Ну нет у Лешика. Потому что я работаю, я работаю. Какашка. Я муравей. Муравот. Муравей, муравот. Ты муравот. Муравей, муравот, муравос. Так у нас все нормально. Он не против сниматься. Просто у него времени нет. Работаешь. Спасите. Никто тебе не поможет. Все, всем спокойной ночи, друзья. Увидимся уже очень скоро. С праздником у вас. Пока-пока. Пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok